Всем привет, вы на канале Science Daily и это новости науки и космоса. Если космическое агентство НАСА прислушается к рекомендациям, содержащимся в недавнем десятилетнем обзоре Национальной Академии Наук, то возможно в ближайшие 10 лет к Урану отправится космический аппарат Uranus Orbiter & Probe стоимостью чуть более 4 миллиардов долларов. Ученые надеются, что эта миссия поможет узнать гораздо больше о ледяной планете и ее необычных лунах Ариэль и Миранде. Планируется, что космический аппарат Uranus Orbiter & Probe будет запущен в 2031 или 2032 году на тяжелой ракете SpaceX Falcon Heavy и после путешествия длиной около 3 миллиардов километров, используя гравитационную поддержку Юпитера, прибудет к Урану в 2044 или 2045 году. При этом предлагается отправить к Урану аппарат, состоящий из двух частей – орбитального спутника и атмосферного зонда, которые будут изучать атмосферу и магнитосферу Урана и его спутников. Ариэль, Миранда, Умбриэль, Титания и Аберон – это пять крупнейших небесных тел из 27 спутников Урана. И все они являются океаническими мирами-кандидатами, которые могут иметь внутренние океаны с соленой водой, возможно, такие же, как Церера и Энцелад. И в этих океанах когда-то могла существовать жизнь. Эти пять крупнейших лун имеют темные, но удивительно молодые поверхности, которые могут быть богатой органикой, теми биологическими кирпичиками, которые необходимы для существования жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Также есть небезосновательные предположения, что эти спутники геологически активны. Исследования пяти крупнейших лун Урана с помощью магнитометра, инфракрасного спектрометра, а также камер видимого и среднего инфракрасного диапазона позволят получить важнейшую информацию об этих предположительно океанических мирах. На самом деле, снимки поверхности уранских лун уже удавалось получить ранее. Во время короткого пролета в 1986 году Voyager 2 запечатлел свидетельство эндогенной геологической активности на Ариэле и Миранде. Эндогенные процессы – это процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах небесного тела, например, тектоническое движение коры, магматизм и сейсмическая активность. По своему размеру, Ариэль и Миранда похожи на энцелад. Обе луны имеют рельеф, который говорит о наличии у них внутреннего тепла. Однако между Ариэлем и Мирандой есть также некоторые существенные различия. По мнению ученых, Ариэль – это не только самый интересный спутник урана, но и лучшая цель для улучшения понимания океанических миров в целом. На Ариэле преобладают большие каньоны, и есть много свидетельств того, что поверхность этого спутника меняется, что может быть вызвано наличием подземного океана. На Ариэле есть также элементы рельефа, которые могли образоваться из крио-вулканических потоков, в то время как его крупные каньоны имеют трещины, напоминающие о вулканической активности. Миранда – это, пожалуй, один из самых странных спутников Солнечной системы. Она одновременно напоминает планетарным ученым Луну и энцелад. Известно, что на поверхности Миранды есть вода. Предполагается, что там присутствует метан, аммиак, угарный газ или азот. На Миранде также есть три загадочные области многоугольной формы, называемые коронами – Арден, Инвернес и Эльсинор. Считается, что они вызваны подъемом теплого льда, который приводит к тектоническим разломам, деформирующим поверхность Луны, и, возможно, их гораздо больше. То, что мы пока знаем о спутниках Урана, является лишь малой частью того, что нам необходимо узнать. И у ученых пока нет изображений всей поверхности этих лун. Есть только снимки южных полушарий. К сожалению, северные полушария Вояджеру во время короткого пролета запечатлеть не удалось. Вояджер словно приоткрыл завесу этих удивительных миров, и теперь астрономам и планетологам неудержимо хочется заглянуть глубже, чтобы ответить на множество возникших вопросов. Но миссия к Урану должна быть запущена именно в ближайшие 10 лет, ведь Уран обращается вокруг Солнца каждые 84 земных года, и прибытие космического аппарата к Урану в середине 2040-х годов позволит ему получить хороший обзор, поскольку в 2050 году Уран будет находиться максимально близко к Солнцу. Так на какие же вопросы надеются получить ответы ученые, отправив миссию Uranus Orbiter and Probe? Ну, во-первых, есть предположение, что спутники Урана взаимодействуют с его магнитосферой, и вполне возможно, их поверхности подвергаются бомбардировке заряженными частицами, попавшими в магнитосферу Урана. Такая бомбардировка является постоянным источником модификации поверхности спутников, влияя на их химический состав, и орбитальный аппарат сможет пролить свет на эволюцию урановых лун. Во-вторых, миссия к системе Урана предоставит ученым уникальную возможность изучить, как формировался и эволюционировал сам Уран, ледяной гигант, что представляет собой весьма полезную информацию, поскольку, как оказалось, ледяные гиганты – это очень распространенный тип экзопланет во Вселенной. Также эта миссия позволит планетологам ответить на фундаментальные вопросы о том, как Уран мигрировал по Солнечной системе, и, что особенно интересно, являются ли его спутники, в частности Ариэль и Миранда, океаническими мирами, на которых может существовать жизнь. Многие астрономы и планетологи хотят знать, одиноки ли мы во Вселенной. Телескоп имени Джеймса Веба, возможно, сможет дать нам больше информации о далеких экзопланетах в других звездных системах. Но что, если внеземные живые организмы существуют в нашей Солнечной системе? Например, на Ариэль или Миранде. Согласитесь, мы не можем упустить шанс узнать об этом.